МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Просто надо самому быть человеком. Не грубить никому, не обижать никого. Все, учить молодежь. Трудолюбие и внимательность к людям. Виталий Василец о производственной дисциплине и уважении в коллективе. Никогда не обозначаю, что я главный, а они нет. Как в разведке. Каждый имеет право голоса для пользы дела. К тебе приходит просто парень. Уходит от тебя, ты же понимаешь, насколько я его подготовил, как он отличается от обычных ребят. Это все сразу видно, когда приходят войска. Воспитание патриотов и настоящих мужчин. Владимир Габров о работе Центра специальной подготовки СКИФ, уникальном не только для Белоруссии, но и стран постсоветского пространства. Надо ехать и людей всегда радовать, потому что народная песня – это жизнь. Откуда песня? Из жизни. Люди колись и шли в поле, жито засевать с песнями, жать с песнями. Праздники были тоже песни. Сохранение национальной культуры. Любовь дворок о народных традициях, обрядах и обычаях. Трудолюбие, внимательность и дисциплина. Качества, которые необходимы для успеха в любой сфере. Особенно, когда трудишься на производстве. Виталий Василец, по словам коллег, человек ответственный и добросовестный. На одной из городообразующих предприятий района, Речица-Древ, трудоустроился более четверти века назад. С тех пор Виталий Михайлович место работы не менял. Сначала три года трудился столером на мебельной фабрике, а после – прессовщиком на заводе ДСП. Где-то есть что-то неисправно. У нас подается сигнал звуковой здесь. Могу продемонстрировать. Вот прозвучит такой сигнал. И у нас здесь все пишет, какая позиция, где что сработало. И мы уже смотрим и доложим. Ну, можем идти сразу смотреть и доложить мастеру. Какая позиция сработала и какие службы нам вызвать на помощь. Или механические, или электроники, или электрик. Крочайшие сроки надо решить, чтобы готовый ковер на моем оборудовании в горячем прессу не остался. 2013 год стал знаковым в истории открытого акционерного общества «Речица-Древ». В феврале был приостановлен выпуск продукции на старом заводе ДСП. А спустя 12 месяцев уже на модернизированном производстве была получена первая плита. Когда строился завод, здесь были немцы, итальянцы, все тут были. И за год они настраивали, мы сидели рядом, учились, ходили, смотрели это все. Вот они нас обучили и начали работать. Ну, не сразу, потихонечку, потихонечку. Ну, вроде сейчас все хорошо. Новое оборудование позволило не только улучшить продуктивность и качество продукции, но и в значительной степени облегчить труд персонала. И несмотря на это, труд героя нашей программы простым не назовешь. В первую очередь на его плечи ложится колоссальная ответственность за производственный процесс. Однако Виталий Василец не жалуется. Говорит, за 25 лет, проведенных на предприятии, ни разу не пришлось пожалеть о выборе места работы. И причин много. Это и дружный коллектив, и достойная заработная плата, и возможность радовать людей. Не жалею. У меня отец здесь проработал. Всю жизнь проработал тоже на «Речица-Древ». Правда, в другом цеху. Ну, не знаю, я в детстве ходил к нему на работу, смотрел, как он работает. Ну, и так получилось, что я вот после армии устроился. Ну, понравилась мне работа эта. Сначала мебель собирать. А когда после перевода на ДСП, ну, нравилась работа такая. Виталий Василец пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. К нему всегда могут обратиться за советом коллеги, услышав при этом правильные и нужные слова. Руководители знают, что это работник, перед которым можно ставить любые задачи. И они обязательно будут выполнены. О себе Виталий Василец много говорить не любит. Он отмечает, это не совсем справедливо, ведь на заводе ДСП каждый вносит свою лепту в общее дело. А когда есть взаимопонимание в коллективе, то и самому работать становится легче. И дела на производстве идут лучше. С Владимиром Габровым, создателем центра «Скиф», уникального не только для Беларуси, но и всего постсоветского пространства, нашей съемочной группе уже приходилось встречаться. На этот раз повод более чем весомый. В январе этого года Владимир получил из рук президента Беларуси специальную премию за духовное возрождение. Почетная награда – результат огромнейшей работы, проделанной за 22 года деятельности «Скифа». Когда позвонили, естественно, был удивлен, приятно. И было приятно, что на таком уровне оценили. И, вы знаете, пришло забытое чувство. Когда я стоял за шторками, перед непосредственно выходом пульс подскочил, не буду пижонить. Волнение появилось, как первый бой, как первый прыжок с парашютом. Ну, когда уже пошел навстречу к президенту, все прошло, началась снова работа. Подошел, доложил, поблагодарил, встал в строй. Все нормально, все прошло. Военная тематика с самого детства увлекла Владимира Гоброва. Как и у многих мальчишек, любимыми игрушками были солдатики. А еще герой нашей программы вспоминает – взахлеб смотрел военные картины. Наверное, уже тогда и возникло четкое желание связать свою судьбу с элитными войсками. Когда подошло время службы в армии, Владимир начал истязать себя тренировками шесть дней в неделю, чтобы попасть именно в ВДВ. Такие титанические усилия не стали напрасными. Не без труда, но все-таки попал в ВДВ, в 38-ю отдельную гвардейскую дистанцию штурмовой бригаду Брестскую. И вот после прохождения курса молодого бойца попал в отдельную разведроту. Это такое у нас особое подразделение внутри бригады было. И очень почетное, и престижное, правильно, наверное, сказать. И вот так скажу, что было нелегко. Есть такая поговорка – попал в ВДВ, гордись, не попал, радуйся. Вот я потом это все конкретно понял по ситуации на самом себе. Что вот помню, вот как сейчас первый наш марш-бросок еще в карантине. И у нас порядка там 70-80 человек было учебная рота. И мы прибежали за сержантами. Я оборачиваюсь, а за мной человека только три или четыре. Ну, короче, у нас человек пять сегодня малых добежало. Остальные где-то потерялись по дороге. И я стою такой, мне так тяжело, задышка, думаю, господи, как же надо было тренироваться, чтобы мне легко было. А потом себя успокаиваю, думаю, эти-то вообще не добежали. То есть вот такая служба была. Все время бегом, бегом, бегом. Сегодня о своей службе Владимир Гобров может много рассказать. Возникало немало трудностей, но самое главное – они не позволили усомниться в правильности сделанного еще в детстве выбора. Идея заниматься с подростками появилась в середине 90-х. Во время празднования Дня десантника среди бывших сослуживцев прозвучала мысль, что нынешняя молодежь не готовится так к службе, как они в свое время. Владимиру Гоброву была адресована фраза «Не тренируется, так ты тренируй». Я решил, ну почему нет, и вот начал заниматься. Как вспомнишь, с чего все начиналось, это, конечно, было очень все грустно. Вот, и уже глядя сейчас, какую мы имеем огромную материально-техническую базу, снаряжение, оснащение – это на целое подразделение социального значения. Не так давно в Речице открыли музей ВДВ имени Василия Маргелова. Это первый в Беларуси музей такого плана. Что примечательно, все экспонаты когда-то служили родине. Без сомнений, никто не расскажет о них лучше Владимира Гоброва. Он в точности знает о происхождении каждого предмета и часами может с интересом проводить экскурсии по музею. Здесь можно найти вооружение водолазов времен Великой Отечественной войны. Обмундирование десантников, афганцев, альфовцев и многое другое. Экспозиция насчитывает более полутора тысяч экспонатов. Все они попадают в музей благодаря сотрудничеству Владимира с военными по всему миру. По линии ветеранского движения у нас друзья повсюду. Можно так сказать, без пафоса, от Корсики до Владивостока. И вот все что-то тянут. С той же Корсики, возьмите, он и Кепи Блан, французская иностранная легиона, и вся их элита вооруженных сил в Беретах, еще ряд других, и парашют французский и так далее. И с Владивостокских боевых пловцов у нас ряд подарков и так далее. То есть он с Мурманска, касатки подарили вот этот экспонат. С Севастополя приезжали с бухты Казачьей, где обучали сивучих тюленей и дельфинов специальным боевым действиям и специальным вопросам. Вот привезли тоже боевого дельфина, нам подарили вот такой манейки-макет. Боевые подвиги предков служат стимулом и примером для юных скифовцев. Здесь, в военно-патриотическом центре, они проходят специальную подготовку. Ребят целенаправленно готовят к военной службе. Направления работы самые разные. Воспитанники скифа занимаются альпинизмом, прыгают с парашютом, погружаются под воду, отрабатывают навыки смешанных единоборств, учатся оказывать первую доврачебную помощь. Ничего подобного ни в учреждениях дополнительного образования, ни в спортивных секциях региона нету. У нас три тренировки в неделю. Это смешанное единоборство. Четвертая тренировка – это вода. Это по водолазной подготовке мы проходим. И дальше по сезону. Холодный сезон – это в основном у нас единоборство. Теплый сезон – это у нас военщина. То есть это полевые выходы тактические, зимние, летние. Это альпинизм штурмовой. Это прыжки парашютные. Это ряд еще специальных занятий. В силах специальных операций мы ездим в нашу часть, подшефную нашу. И ряд еще других соревнований спортивного, военного уклона, где мы принимаем участие. Совместно проводим такие мероприятия с Министерством обороны, как рыцарь, небо и прочее. И так далее. Юный из спецназа и прочее. То есть работы очень много. У детей за год всего лишь два отпуска. Перед 10 дней, перед первым сентябрем им дают тетрадки купить. И 10 дней на Новый год. Все. А так мы круглый год пашем. В Скиф приходят обычно в 10-летнем, либо 11-летнем возрасте. Бывают, конечно, редкие исключения, когда в центр попадают более юные ребята. Здесь они занимаются до совершеннолетия. Однако далеко не каждый задерживается на длительное время. Подобные тренировки под силу не всем. Прежде всего, состояние здоровья и дисциплинированность. Если боец недисциплинирован, его никто никогда ничему не научит. Второй момент. Из-за того, что у нас приходят бойцы, он сразу начинает пахать. Поэтому мы уже берем физически подготовленных. А что это проверить просто? Упал, отжался, подтянулся, оно видно, крепкий парень или нет. Конечно же, нравится, когда приходят с опытом боевых единоборств, которые акробаты, шпагаты там делают. Это все наши пацаны. Мы таких берем. Ну и, конечно же, проверяем на духовитость. Потому что он может все делать, а мешок, который висит в сдаче, не дает. А вот приходишь на соревнования, и вот там видно, кто есть кто. И вот мы таких вот принимаем через паренных бои. И там тоже сразу видно, это наш парень или нет. Владимир Гобров суровый наставник, но справедливый и по-отечески заботливый. Он всегда похвалит, если это уместно. Всегда признает свою ошибку, если был неправ. Я никогда не обозначаю, что я главный, а они нет. Как в разведке. Каждый имеет право голоса для пользы дела. И я всегда с ними разговариваю как друг. Ну, тогда, когда они начинают забываться, ну, начинают хулиганить, тогда я, конечно, обозначаюсь по-другому. Кто есть кто, как они себя должны вести и так далее. Максимум, могу сказать, два раза человек. На третий раз мы будем прощаться. На занятиях Владимира Гоброва исключительно железная дисциплина. А по-другому и быть не может, ведь ребят готовят к армейским реалиям. Однако скифовцев это не пугает. А наоборот, тренируются они только в хорошем настроении и беспрекословно слушают своего руководителя. Так, внимание. Задача. Оборудование ваше основное находится на дне. Аппарат, маска, глазки. Задача погрузиться на задержки дыхания. Включиться в аппарат, включиться в маску, одеть глазки. Удалить и сесть на воду с под маски. Проверить готовность самочувствия друг друга. Если подтверждаете, что все нормально, вы двигаетесь на огневой рубеж на уровне второго трапа. Там скрытно друг другу даете команды, извлекаете оружие, снимаете с предохранителя. Тихонько выныриваем, поражаем цель условную. Также тихонько уходим. Два по два и тихонько ушли. Убрали оружие, поставили на предохранитель. Убрали в кабуру, проверили, все достигнули. И также скрытно, плавно возвращаемся тихонечко сюда. Вопросы есть? Как нет? Приготовились. Внимание, воду. Важный элемент в работе скифа – занятие под водой. Их водолазные подготовки в последнее время уделяют все больше внимания. Летом проходят учения на реках и озерах. Зимой действия отрабатываются в бассейне. Как отмечает Владимир Гобров, вода – одно из самых серьезных испытаний. Если в воздухе не раскрылся основной парашют, всегда есть запасной. А вот если у водолаза сломалось оборудование, то шансы выбраться практически равны нулю. Перед первым погружением проходит серьезная теоретическая подготовка. И что не менее важная – психологическая. Ведь если есть склонность к панике, то такому бойцу не место в воде. Все по плану, по программе, которую мы с Николаем Викторовичем планируем на каждый учебный год. В зависимости от уровня подготовленности наших бойцов. К самым младшим, с которыми в основном я занимаюсь, это элементарные вопросы по уверенности нахождения в подводном положении, по удалению воды из-под маски, изучение техники, оборудования, снаряжения. А Николай Викторович уже занимается на следующем этапе, когда уже мы из общей массы выделяем более опытных и подготовленных ребят. Дальше уже мы занимаемся навигационными вопросами, десантированием с разными способами в воду и так далее. И все вопросы, которыми овладевают в войсках водолазы-разведчики. В Скифе занимаюсь уже три года. Папа узнал, откуда он. Решил меня сюда отправить. Мне понравилось, я пошел. Я с детства хотел заниматься военным. Мне это нравилось, и вот сюда пошел. Удается все хорошо, но это надо понимать, потому что сложно очень. В жизни, в будущем поможет очень сильно это. За время деятельности Скифа через центр прошли сотни воспитанников. Многие из них отслужили в элитных войсках Беларуси, а некоторые и вовсе связали свою жизнь с армией. Для Владимира Габрова это особый повод для гордости. К тебе приходит просто парень, уходит от тебя. Ты же понимаешь, насколько я его подготовил, как он отличается от обычных ребят. Это все сразу видно, когда приходят войска. И когда мои ребята становятся сотрудниками уникальнейших элитных подразделений, это, конечно, огромная предмедурность. В том числе он единственный из Реческого района, мой воспитанник, назовем его Максим, который попал в Альфу, антитеррористическое подразделение КГБ Республики Беларусь. Он принимал участие в международных соревнованиях среди снайперов. Со всего мира были снайпера 250 человек. И он среди них, среди этой элиты стал призером. То есть для меня это огромная гордость и радость. В жизни есть очень много очень важных, очень правильных, очень трепетных вещей, которые нам нужно оберегать. Есть такие понятия, как, ну, там, любовь, там, музыка, кино, семья. И это все нужно оберегать, потому что всегда есть неходяи, которые на это хотят позариться. Но убережем мы только тогда, когда мы будем иметь сильную армию и сильные специальные службы. Только тогда, когда будут бояться нас трогать, потому что знают, что мы дадим сдачу очень сильно, только тогда к нам никто не полезет, и мы будем жить вот в этой красоте, в музыке, в любви, создавать семьи, детей и от этого радоваться. Субтитры создавал DimaTorzok Озерчинский сельский дом культуры. Местный детский коллектив «Озераночка» проводит обряд вечерки. У наших предков вечерки представляли собой сезонную форму отдыха. Традиционно они начинались после окончания летних осенних полевых работ. И их пик приходился на коляды. На вечерке было принято рассказывать сказки, шутить, танцевать, петь, соединяя при этом отдых с работой. Дожила с обедою девуника, Дой на край села, Га-га-га-га-га, Ой, мало же с обедою девуника, Сына сокола. Идейным вдохновителем фольклорного ансамбля выступает Любовь Дворок. Уроженка Украины с народным творчеством связана практически всю свою жизнь. Почти четыре года она проработала в Киевском театре Бирогиня. А после, познакомившись на одном из международных конкурсов с будущим супругом, переехала в Беларусь. Сначала Любовь Михайловна организовала коллектив в Заспи. Руководила им недолго, вскоре ушла в декретный отпуск. После воли судьбы оказалась в Озерщине. И именно здесь смогла обрести известность на всю страну. В начале 2000-х был создан фольклорный ансамбль «Озераночка», который был рассчитан для детей самого раннего возраста. Дети уходят и приходят. Уже вот через мои руки проходит 18-й коллектив, если так посчитать. Теперь уже встречаю, кажется, так время быстро пролетает. У некоторых по двое, по трое уже детей, но они не забывают. Они всегда приходят к нам, они скучают. Уже их дети даже к нам ходят. Коллектив собирается несколько раз в неделю. На репетициях участники, а их сегодня 15 человек, оттачивают народные песни, изучают обрядовые традиции. «Озераночка» – постоянный участник и различных творческих состязаний. И практически всегда коллектив занимает призовые места. «Были в пионерском лагере президентском зубрёнок. Мы там два раза первые места занимали и два раза занимали вторые места среди всей республики. А участников было по 35-32 коллектива. Ну, это я считаю, что очень здорово, как бы нас тоже там оценивать. А оценивать достойно, потому что ценители именно фольклора – это профессора, доценты, заслуженные артисты с коллективов таких фольклорных, как «Беседа», «Хорошки». Участники творческого объединения постоянно стремятся к совершенствованию. Их девиз – всегда добиваться максимальных результатов. Хочется быть наилучше, потому что уже где-то, если нам уже третье место, четвертое, уже, знаете, как-то нема настрою, уже надо всегда где-то быть лучше всех. Не обходится без коллектива «Озираночка» и на сельских праздниках. Местным жителям его участники демонстрируют свой творческий задор, артистизм и веселый настрой. Своими выступлениями подопечные нашей героини радуют жителей и соседних деревень. «Никогда не отказываем никому. Если люди хотят нас слышать, чего бы нам не ехать. Надо ехать и людей всегда радовать, потому что народная песня – это жизнь. Откуда песня? Из жизни. Люди колись и шли в поле, жито засевать с песнями, жать с песнями. Праздники были тоже песни. Народная песня, это же вышло из народа, и как ее можно не любить и не ценить. Хочется сохранить эту культуру, потому что, ну, более чем нету, нет у нас много таких специалистов. Даже вот мы сколько объезжаем в республике, в областях, это считанные коллективы, которые люди занимаются именно фольклором, которые несут детям эту душу, эту песню, чтобы они полюбили, чтобы они ходили с большим настроем посещать эти репетиции, изучать этот фольклор, знать ту бытность, нести вот это все святое. И я их научаю, чтобы они несли не только знали сами, а даже потом и своих детей научали, и этого никогда не забывали. Я, дежа сына, еде, 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 едецю записала, даю зебу некак увыську служить. Музыка 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 Музыка